Приветствую всех на своем канале. Напоминаю, что в эти выходные пройдет БЛИЦ-консультация. Заходите, пожалуйста, в раздел «Сообщество» и читайте. БЛИЦ-консультация начинается, скорее всего, принятие заявок в пятницу вечером, а проходят они на выходные. Итак, сегодня мы с вами смотрим расклад. Какой путь важно пройти в ближайшее время? Давайте посмотрим. Позиция номер один, голубенький камешек. Какой путь важно пройти в ближайшее время? Здесь очень важно вам никуда не торопиться и быть как-то более основательным, более стабильным человеком. Как-то от вас требуется больше внимательности к тому, что вы делаете сейчас. Семерка Пентакли, да. Как-то больше внимания обращать на то, во что вы вкладываетесь, хочу сказать, не обесценивать свой труд. Самому научиться ценить свой собственный труд. Фокусироваться исключительно на себя, на то, что вы делаете. Не обращать внимания на внешний мир. Что-то новое приходит в вашу жизнь. Новое в данном случае... Новое... Хорошо сказано. Новое это когда нету трудности. Новое для вас, новый путь, это когда нету... Вы как будто бы забрасываете из себя обязательства. Вы, не знаю, может быть, их делегируете, может быть, они заканчиваются. То есть для вас какой-то новый опыт, который вы будете проходить в ближайшее время, он связан с тем, что отсутствуют трудности, отсутствуют какие-то сложности, какой-то груз. И вот для вас это будет новое. Скажу по-другому. Это когда, знаете, такое ощущение, что никуда бежать не надо. Ничего делать такого особенного не надо, если вы не хотите. То есть... Здесь картинка такая отображается. Когда человек просыпается утром, и он свободен. Вот прям с утра свободен в плане каких-то своих дел. Я не знаю, как будто бы ему сказали, что ничего делать не надо. Живи так, как ты хочешь, делай то, что ты хочешь. А все, что ты не хочешь, мы сделаем из-за тебя. Не хочешь готовить, не готовь. Не хочешь убираться, не убирайся. Не знаю, не хочешь работать, не работай. Все мы сделаем из-за тебя. И вот здесь вот такое состояние необычное. Необычное для вас. Потому что вы привыкли куда-то, ну, не знаю, чем-то заниматься, что-то делать. А здесь вас ожидает такой путь, какой-то этап. Когда вам нужно научиться как-то вот проживать жизнью, когда вы никому ничего не должны, вы никому ничем не обязаны. Вы делаете абсолютно все то, что вы хотите. То есть нету груза, нету тяжести. Возможно, вы, не знаю, мне хочется сказать, всю свою жизнь что-то на себе тащили. За кого-то несли ответственность. За детей, за мужа, на работе, за коллег. А здесь вот такое чувство, что когда вот, знаете, вот человек один, и у него нету обязательств. То есть он сам решает, что входит в его обязанности, а что нет. И вот здесь этот новый этап, он будет связан именно с этим. С отсутствием камня на душе. Вот здесь я именно делаю акцент того, чего нет, а не на какую-то, например, там, что вам будет легко, что вам будет хорошо. Нет, потому что здесь очень важно, чтобы вы прочувствовали первично вот этот вот груз, вот эту тяжесть на себе, а потом, когда у вас ее забрали. И вот это вот облегчение, это тот этап, который вы пройдете. Но вы его не можете понять до тех пор, пока вы не проживете вот этот вот именно груз. То есть когда вы его снимете, только тогда вы можете ощутить облегчение. Если бы я вам сразу сказала облегчение, вам бы не совсем это было понятно, что это за облегчение. И здесь именно это связано с этим грузом. Да, идет, грядет новое начало, прям десятка жезлов, а потом идет туз жезлов. Идет, грядет какое-то новое начинание. Хочешь сказать, новая жизнь. Вот у вас начинается новая жизнь, без пятерки кубков, без каких-то огорчений, сожалений, утрат, разочарований. Да, это все завершается по аркану мира. Приходит вот какое-то умиротворение, которое приносит вам улыбку на лице. Это не состояние такое, знаете, вот спокойствие дзена, а здесь присутствует вот какая-то завершенность. Причем это не временная завершенность, а завершенность окончательная. Это окончательный этап, что больше вы как будто бы не будете разочаровываться. Не знаю, какой-то вот период вашей жизни начинается очень позитивный. Очень позитивный, когда вы будете понимать, в чем ваша уникальность, в чем вы отличаетесь от других людей только в хорошем ключе. Не то, что это вас заставляет как-то чувствовать себя белой вороны, нет. А вы, я говорю здесь, вопрос ценности. Вы начинаете понимать свою собственную ценность, значимость для себя в первую очередь. Вот ваша, хочется сказать, себестоимость самого себя, она повышается в ваших глазах. Здесь вообще речь не о других людях, а это приведу такой более бытовой, приятный пример, когда, ну, если женщина, у меня смотрят, в принципе, больше женщин, вот, когда хорошее настроение, и вот вы без повода просто накрасились, оделись, и вот идете по улице, у вас хорошее настроение, у вас приподнята голова, вы улыбаетесь. Улыбаетесь не по какой-то причине, а просто вам хорошо. И вот вы идете и радуетесь, радуетесь этой жизни, да, какая я вот, не знаю, вот вы сами себе нравитесь, и это главное, это ключевое здесь. Вот здесь вот такое вот настроение, я иду, я улыбаюсь, и из-за того, что я улыбаюсь, я свечусь. И вот это вот ваше сияние, и вот этот вот ваш внутренний свет, он привлекает внимание других людей, и они смотрят на вас. То есть они смотрят не потому, что вы улыбаетесь, да, то есть вы идете по дороге и улыбаетесь, вы не выделяетесь, по сути, ничем, ну, не отличаетесь от других людей, вы такая же, либо такой же, как и другие люди. Но вот эта вот ваша улыбка является результатом внутреннего свечения, потому что, как я прочитала в комментариях, да, оказывается, я молодец, да, оказывается, я крутая, либо крутой. Здесь вот это вот состояние, и от этого состояния вы получаете какую-то еще большую уверенность в себе. И вы идете, как это сказать, я классный человек просто потому, что я уже родился, да, просто потому, что я человек, просто потому, что я есть в этом мире, а значит, я важен, я значим, иначе бы меня не было. Вот здесь какие-то такие понятия идут, и от этого вы получаете огромное удовольствие и прилив энергии, потому что в этом состоянии вы расслаблены, вы ничему не сопротивляетесь. Энергии проходят через вас, и чем больше отсутствие сопротивления вашего внутреннего, то есть сопротивление в виде зажимов, да, каких-то блоков, тем больше энергии проходят через вас, и такое, знаете, вот что-то такое освежающее. Ну вот представьте, как будто бы через вас проходят свежие какие-то потоки ветра, да, энергии. Вы чувствуете какое-то вот, не знаю, обновление, свежесть, свежесть внутри вас. И от этого вы ощущаете все больше и больше, ну, единение с миром. Вот здесь вот аркан мира про это говорит, про единение. Просто потому, что, не знаю, иногда так бывает, когда человек не досыпает, он очень сильно устал, он очень много работает, его все раздражает. А потом вдруг неожиданно появился выходной в его жизни, и он решил посвятить вот тому, чтобы отоспаться. И уже не будет будильник поутра, он просыпается тогда, когда он отдохнувший, да. И вот ты сразу видишь, появляется румянец на лице, да. Уже человек не встает там в 5-6 утра, а встал в 10, да, поспал на 2-3 часа больше. Но вот это вот настроение, встал он уже с улыбкой, потому что он отдохнул, потому что он восстановился энергетически, его уже ничего не беспокоит, его уже ничего не раздражает. Вот здесь вот как раз-таки про это, и вот этот вот путь вы пройдете. Если еще что-то, ну здесь вам говорят, что нужно сфокусироваться на том, что когда-то уже было в вашей жизни, вот эти вот состояния, они уже были. Состояние какой-то вот, знаете, доброты, человечности, открытости, дружбы. Да, прошлое завершается. Мне здесь карты показывают, что вот прошлое завершается, десятка мечей и десятка кубков, и приходит какое-то наполнение. Вы пройдете вот этот этап завершения, скорее всего, вы его уже, многие из вас сейчас ощущают, и придет вот этот вот путь шута. Характерное такое, знаете, свойство у шута – это отсутствие страхов. Вот когда я говорил, вот не будет вот этого сопротивления, не будет зажимов, не будет каких-то блоков. Вы неожиданно для себя, вы ничего не будете делать, здесь нету проработок. Вы неожиданно для себя словите себя на мысли, на каком-то инсайте о том, что «а я уже не боюсь». Вот меня это как-то уже не трогает. И вы сами даже себе удивитесь. То есть как так? Вроде бы я ничего особо не сделал. Сейчас вы не сделали. Вы делали это очень долгое время. Но сейчас вы пожинаете результат. Как раз этот результат выражается в том, что «а мне уже не страшно». Ну то есть я уже как-то, понимаете, не реагирую. Не реагирую в негативном ключе на что-то, что ранее реагировало. И вот вас это удивит и одновременно придаст какую-то такую приятную нотку, аромат, не знаю, радости, сладости здесь идет какой-то такой. И улыбка. Вот я вижу, люди улыбаются. Причем, знаете, так иногда сами себе улыбаются. То есть что-то сделают и удивляются непредсказуемости своего собственного поступка. То есть, допустим, раньше боялись, боялись, а сейчас просто поговорили с человеком. И вроде бы он и не такой страшный, и вроде бы и не такой опасный, и не такой зубастый. И укусить вас не хочет. И вы так улыбаетесь и говорите сами себе, и что, я тебя боялась? То есть вот какое-то такое здесь состояние будет, это вот те, ну, в кавычках, симптомы, да, когда вы поймете, что вот этот вот этап наступил, что вы проживаете именно вот этого шута, что в вашей жизни уже больше нету трудностей в формате тяжести, энергетического груза какого-то. Так, это у нас с вами была первая позиция. Мы переходим к позиции номер два, зелененькому камешку. Двоечки, какой путь? Какой путь важно вам пройти в ближайшее время? Пас Принцесса Жезлов. Какие-то новые начинания. И башня тут, разрушения. Какие-то внезапные. Путь, на который вы, в принципе, повлиять не сможете, возможно, вы его даже и забудете до тех пор, пока какая-то ситуация не всплывет. И тогда вы вспомните, потому что заранее здесь как будто бы вы не можете подстелить соломку, но башня и влюбленные говорят о том, что что-то внезапно произойдет, и вам нужно будет сделать выбор в пользу двойки кубков, в пользу гармонии, в пользу партнерства, в пользу сотрудничества, дружбы. Что же здесь внезапная такая произойдет? И вот вам нужно будет определиться, а хочу я это или нет? Я склоняюсь к тому, что вы скажете больше да, нежели нет, потому что здесь показан такой, знаете, человек очень эмоциональный, который говорит, да-да-да-да, я хочу, я хочу. Как будто бы спрашивает, вот он тебе подходит, да, ты этого хочешь? А вы, да-да, я хочу, я хочу. Это прям такая улыбка и радость, да-да, я хочу, я этого выбираю. Я это выбираю. Что это за новое начинание, король жезлов? Это может быть новый этап в вашем развитии, это может быть новый этап именно вас самих, когда вы ощущаете больше себя уверенным, таким человеком, храбрым, хочется сказать. Это связано с будущим, и здесь появляется маг. Вы как будто бы, знаете, возьмете жизнь в свои руки. Мне хочется сказать об этом. И дьявол, что за дела? Что здесь за дела? Все великие арканы выпадают. Что у вас такой интересный этап? Здесь двоечки будут. Два, четыре, четыре великих аркана. Так, давайте посмотрим, что здесь за этап, связанный с магом. Маг и дьявол. Этап, направленный на вашу энергетику. Здесь как-то сменится ваш энергетический фон. Появится больше харизмы, больше магнетизма, яркости. Какая-то, знаете, вот уверенность от каких-то знаний здесь пришло. Это вот когда, я не знаю, сдаете какой-то экзамен, и вам выпадает билет, который вам известен. И вы знаете ответы, да, на вопросы в билете. Вот вы с такой легкостью выходите, да, с некой такой уверенностью. А я знаю, я подготовился, да, я в курсе, я в теме. И вы с легкостью начинаете отвечать на вопросы. Вот здесь какая-то такая энергия проходит. Того, что я уже умею, я уже управляю, мне это дается легко. А здесь вот этот вот тандем-союз, это может быть самим собой в том числе. Но все равно, что здесь внезапно? Здесь неожиданно происходит колесо фортуны, да. Уточняю великий аркан младшими, чтобы мне хоть какую-то ситуацию показали. А мне уточняется великим арканом. То есть какие-то перемены в вашей судьбе произойдут. Вот грядут перемены реально в вашей судьбе. Как она изменится? Как она изменится, аркан силы, да? К колесу фортуны, уточняю, арканом силы. Что за дела? Два, четыре, шесть, шесть великих арканов из девяти карт. Что-то здесь очень важное и значимое грядет. То, что будет, придаст вам силы, придаст вам внутренние уверенности. Вы какие-то страхи свои преодолеете. Причем этот страх, знаете, это не какой-то такой мелкий страх. А здесь вот ощущение какой-то вот достаточно большой фобии, либо страх, который долгое время вас преследовал. Страх по поводу десятки пендаглей. Спрашиваю, что за страх? Это может быть страх касательно вашей семьи. Не знаю, может быть долгое время как-то вот не могли своим близким... Есть кто-то, кого вы боялись в семье, вот, и как будто вы не могли ему перечить. И здесь такое ощущение, что вот вы найдете силу как-то противостоять. Противостоять. Противостоять семье. Либо противостоять какой-то системе. Настроенному какому-то укладу. Либо выстроенному какому-то порядку. Как-то не получалось. А здесь вы найдете в себе силы этому противостоять. Либо перемены. Там вопрос был, да, чего вы боитесь? Может быть, вы боитесь семьи каким-то образом создавать семью. Либо боитесь того, что какая-то стабильность в вашей жизни никогда не наступит. Вы не ощутите себя таким, знаете, что вот я полноценный, что я достоин, я чего-то стою. Да, вот вы как будто бы все время уходили в какие-то сомнения, неуверенность, боялись ошибиться. Много думали, искали в себе. А сейчас вот этот вот этап, он как будто бы проходит. А что приходит? Что приходит? Ну, двойка кубков приходит. Приходит гармония. Приходит, знаете, какой-то налаженный процесс, выравнивание, возможно. Вот этот вот баланс того, что вы отдаете, и того, что вы получаете. Что приходит? Аркан смерти. Нет, сегодня я не знаю, что с вами двоечки происходит. Напишите, что происходит. Причем все начнется с какого-то предложения, либо какая-то идея, какое-то начинание. Вы просто доверитесь и сделаете первый шаг. Вот от вас как будто бы ничего больше не требуется, кроме того, как совершить просто первый шаг. И вот вы сделаете, и вот реакция на ваш этот первый шаг будет какая-то внезапность, какая-то неожиданность. Но здесь неожиданность хорошая. Здесь аркан смерти идет. Здесь идут изменения в вашем сознании. Вот я и говорила, да, про развитие. Здесь идут изменения в вашем сознании. Как-то по-другому вы начнете думать, как-то по-другому начнете себя ощущать. Еще один великий аркан. Луна. Говорю, как-то по-другому он начнет здесь себя ощущать. И вот луна. Вы проработаете свои страхи. Я не могу как-то вот иначе это обозначить. Вы проработаете свои страхи. Как так? Столько великих арканов. Я в шоке. Я в шоке. Очень, для меня очень неожиданно. Прям очень неожиданно. Столько великих арканов. И сразу. Что за страхи здесь продаботаете? Какая-то цикличность, какие-то сценарии. Еще один великий аркан. Умеренность. Внутренние процессы. Знаете, здесь такое ощущение, что вы не могли долгое время как-то вот что-то в себе примирить. Был какой-то вот внутренний конфликт. Чего-то с чем-то. Может быть, эмоции. То есть огня и воды. Когда мы действуем. И наоборот, включаются какие-то эмоции. И действуем от этого. То есть вот здесь это все, оно как-то вас включит на перемены. Здесь будут очень серьезные перемены. Причем серьезные перемены, вы их не ощутите сейчас. А то, что с вами произойдет, да, вот эти вот серьезные перемены, они в будущем дадут свои результаты. Но первично в вашем сознании вы поймете, что что-то изменилось. Вы не сможете это нащупать. Вы не сможете это как-то... Это не то, чтобы осязаемое было. Вы можете это как-то измерить. Нет. Это даст свои плоды в будущем. Ну вот начнет через месяц и через три. Только появляться, вы увидите, как вы начали по-другому действовать. И из-за того, что вы действуете по-другому, вы начинаете получать другие результаты. И это и станет для вас показателем того, что изменения произошли. Я боюсь даже вытаскивать карты, чтобы опять не вытащить великий аркан. Но здесь однозначно работа со страхами. Вы ее сейчас не делаете. Здесь уже работа сделана. Здесь уже работа сделана. Не знаю. Не могу больше ничего сказать. Поживем, увидим. Но столько великих арканов. Такое ощущение, расклад из одних великих арканов. Что-то такое действительно судьбоносное. Я редко говорю. Но вот здесь у вас действительно в двоечке что-то судьбоносное будет. Хотелось бы потом, когда у вас это случится, чтобы вы нашли этот расклад и написали в комментариях. Либо, возможно, уже у кого-то идет. Потому что время, оно пластичное. У каждого оно происходит по-своему. Может быть, вы уже находитесь в этом моменте. И это с вами уже происходит и ощущается. То есть, если по описанию вы ощутили, что это так, значит, это так. Значит, это так. Третья позиция. Зависла я. Зелененький камешек. Какой путь важно пройти в ближайшее время? Вы пройдете путь, хочется сказать, углубление в какие-то знания. Вот читать. Я вижу, что люди читают. Очень много читают информации, книги. Может быть, научной какой-то литературы. Может быть, кто-то изучает свое родовое древо. Кто-то, может быть, изучает происхождение фамилии. Откуда произошла ваша фамилия. Либо сейчас очень мутно делать вот эти тесты ДНК для того, чтобы определить, какой национальности. То есть, в вашей крови какая национальность протекает. То есть, тоже интересно. Допустим, ну, вы живете, например, на территории Российской Федерации и считаете себя русским, да, там, в третьем-пятом поколении. А в вашей крови могут быть, там, я не знаю, финны, либо, там, я не знаю, грузины. Или еще кто-то. Вот здесь то, что связано с традициями, семейностью. Может быть, здесь кто-то будет изучать историю костюмов, историю танцев, танцы народов мира. Вот что-то здесь будете изучать. Читайте какую-то литературу и книги. Немольше книги идут. Книги, которые помогут вам в вашем развитии. Королева, императрица. То, что поможет вам ощутить себя более уверенной. У меня так глаз упал на... У императрицы здесь лира стоит. Я буквально вчера читала про символику, что означает лира, и напрочь забыла. Значит, эта информация вам не нужна. Я не знаю, может быть, кто-то из вас беременна, и здесь книжки будете читать по поводу беременности, рождения детей, либо воспитания детей. Если вы не беременны, вообще воспитание. Все, что связано как-то с материнством. Все, что связано с статусом. Почему-то мне идет еврейская мама. Почему еврейская мама, не знаю. Что-то здесь с этим связано. Не знаю, может быть, кто-то из вас в Израиле живет, и либо собирается туда, либо как-то вот изучает матриархат. Вот здесь что-то такое. Здесь идет про семейность и про личность женщины, роль женщины в семье. Может быть, кто-то про феминизм будет читать. Хорошо, для чего вам эти знания? Для чего вам эти знания? Для любви, хочется сказать, для любви, для эмоций. Это то, что вас как-то наполняет. Это вас освобождает. А для кого-то здесь еще и вопросы профессиональной сферы. То есть это в контексте повышения квалификации, хочется сказать. Некоторые вам придется, может быть. Кто-то третий будет читать такую литературу для того, чтобы как-то проработать свои страхи. Может быть, свое отношение к маме вам важно будет понять. Может быть, вы просто интересоваться будете о своих родственниках. Кто у вас там был? Там бабушка, прабабушка. У меня есть какая-то тревожность. Почему вы тревожитесь здесь? Для кого-то это наследственность. Вот я говорю, действительно, видимо, кто-то беременный и переживает, чтобы не передавались какие-то наследственные заболевания, чтобы не были. А для кого-то это связано с какой-то вашей целью, с реализацией. Что у вас тут за цель? Да, вот профессиональная сфера. То есть здесь кто-то будет изучать какую-то информацию, связанную с профессиональной сферой. И опять у меня выпадает королева Пендакли. То есть женская какая-то фигурность, связанная с семейственностью, с семьей. Может быть, медицинская здесь литература тоже будет. Но это как-то вот поможет вам в работе. Поможет вам в работе. Хорошо, почему вам важно пройти этот опыт? Потому что долгое время вы находились в четверке мечей. Долгое время застревали, и, ну, то есть не было развития. Не было развития. А сейчас вот ради шестерки Пендакли, о которой я говорила в прошлом раскладе, в прошлый раз, да, вам троечки, ради вот этой шестерки Пендакли, и у меня такое ощущение, как будто бы этот расклад был продолжение предыдущего расклада, где я вам говорила, что вы должны прийти к этой шестерке Пендакли. И вы как будто бы услышали, да? И совершаете какие-то действия для того, чтобы взаимодействовать с людьми. Для того, чтобы как-то ощутить вот эту вот стабильность. Выпал император. Для того, чтобы укрепить каким-то образом свои позиции. Для того, чтобы ситуация как-то вот устаканилась, стабилизировала, чтобы вы почувствовали себя как-то, знаете, вот как на троне, да, на своем месте. Как вот я свои территории, да, я их охраняю, я их защищаю. Для этого мне нужна уверенность. Здесь еще, может быть, вот я говорила с коммуникацией в прошлом раскладе. Я просто сейчас вспомню. И для того, чтобы как-то стать более убедительным в диалоге с другими людьми. То есть ощущение того, что вот вам как будто бы не хватало какой-то, по вашему восприятию, чисто субъективному, не хватало какой-то компетенции. И вы поняли, что вот мне необходимо изучить какую-то литературу. И поэтому я полностью погружаюсь в это. Когда я говорю литературу, это не значит одна-две статьи. Или одна книжка. Это значит серия статей. Это значит несколько книжек, которые помогут вам углубиться в какую-то тему. Либо там серия какой-то информации, которая поможет вам углубиться. И вот благодаря этой информации вы как будто бы какие-то свои пробелы закроете и почувствуете себя более уверенным, более каким-то таким, знаете, компетентным. Не знаю, к примеру, кому-то пришел клиент, задал какой-то вопрос, а вы не знаете ответ на него. Вы ощутили себя уязвимым. После этого вы себе сказали, нет, я разберусь в этой теме. И начали ее изучать, более глубоко погружаться. Это повлияет на ваш характер, потому что через это какие-то грани вас будут совершенствоваться, какие-то ваши качества характера. И вы почувствуете себя еще более масштабнее, что ли, еще более статуснее, важнее. То есть для вас важен вот этот вот статус, ваша презентабельность в социуме. Хочется сказать, чтобы комар нос не подточил, чтобы все было идеально, чтобы вам не указывали на ваши белые пятна, на какие-то вот слабые места. Здесь не про то, что вы не хотите быть уязвимым, там тема эгоизма, нет, здесь вообще не про это. Здесь просто вы считаете себя хорошим профессионалом, и как будто бы профессионалу не дозволено совершать ошибки вот именно какого-то конкретного формата. А здесь требовательность. Требовательность и перфекционизм проходят. Но это хорошо, вот именно в профессии это хорошо, в личной жизни может быть не очень, а вот в профессионализе, профессиональной сфере это очень-очень хорошо. То есть путь, который вы пройдете, во-первых, он расширит ваш круг друзей, общение, а с другой стороны он придаст вам какую-то стабильность. И в дальнейшем это поможет вам выйти как раз-таки вот из финансового кризиса, для кого он важен. То есть здесь придет конец вашему финансовому кризису. Да, по справедливости. Почему? Потому что ту информацию, той информацией, которой вы не владели, вы поняли, во-первых, вы увидели, что вы ей не владеете, во-вторых, вы совершили какие-то действия для того, чтобы закрыть этот пробел, и в-третьих, как результат, вы становитесь целостными и получаете как подтверждение итог своей собственной работы, работы по Аркану Справедливости. Получили то, что заслужили. Здесь чувство, как будто бы вы долгое время не видели чего-то, а сейчас как будто бы спало это, не знаю, завеса. Здесь не то, чтобы время пришло, либо готовность, а оно как будто бы само собой случилось. Вы увидели, что вот она в чем причина. Теперь я понимаю, почему у меня вот что-то не получалось, потому что я вот этого не видел. И вы как будто бы исправляете эту ошибку, вы делаете достаточно легко, в вашем режиме, комфортно. И все встает на свои места. То есть здесь как будто бы, знаете, какой-то вот естественный процесс происходит. Хочется сказать, какая-то кнопка. Вот какой-то кнопки не хватает. Вот бывает, я не знаю, там на сайте, не знаю, кнопка оплатить. Ну, не видно ее или еще что-то. Либо она как-то блочит. И вот вы находите решение, сделали, и все, и заработало. И как будто бы наладился какой-то процесс. То есть, знаете, как в часах. Какой-то вот механизм, какой-то одной детальки не хватало. Вы ее не видели. Она вот, такое ощущение, что это все лежит как-то на поверхности. Вы в упор это не видели. Почему? Потому что было какое-то убеждение, что вот так вот именно должно быть. А тут вы как-то посмотрели на это убеждение по-другому, что как усомнились. Усомнились именно вот в этом. И из-за того, что вот вы усомнились, что а может быть я ошибаюсь. И как-то пересмотрели. А иначе, не знаю, вот иногда бывает так вот, проходишь, допустим, по улице, да, вроде бы глаз падает, видишь клумбу, видишь дерево, еще одно дерево, и идешь дальше. И не обратила внимания. И так проходишь каждый день. А потом смотришь как-то вот, не знаю, то ли другое настроение, то ли что-то, то ли что-то заставило, обратило ваш взор. И вы так смотрите, о, а клумба-то, оказывается, не просто так стоит, она стоит рядом с каким-то там, не знаю, магазином, либо с каким-то зданием, с каким-то заведением, которое вы долгое время искали. И вы так в недоумении, а как я так мимо проходил? Вроде бы это все было на виду. Я такую клумбу видел, а дверь за ней, и вот это здание, в это помещение не заметил. И вы такой, блин, вот оно, я же так долго искала это. Оказывается, она у меня на глазах была. Ну, либо там, я не знаю, в супер заходите, там, ищите что-то. И вот вы проходите, проходите каждый раз мимо, и не видите. А потом только смотрите, о, оказывается, здесь есть продукт, там, я не знаю, из серии ЗОЖ. А я и не знала, что у нас в магазине это продают, к примеру. И вы так удивлены. Окей. И дальше решается вся задача, все идет супер, супер, так, как надо. Вот такая у меня была и третья позиция. Я благодарю вас сегодня за внимание. Напоминаю, воскресенье, суббота, воскресенье на выходных проходит Блиц-консультация. Не пропускайте. Пишите свои заявки мне на почту. Жду вас. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всем желаю отличных выходных. Побольше находитесь на природе. Отключайтесь от своей обыденности. Не включайте что-то необычное для того, чтобы наполниться и подпитать себя энергетически. Всего вам самого прекрасного и наилучшего. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok